Итак, рассмотрим с вами формулу продаж и ее основные составляющие. Я думаю, что эту формулу вы уже давно слышали. Прибыль равняется объем продаж на маржу. Маржа – это процент прибыли от стоимости продукции. Возможно, у вас это будут товары, какие-то услуги. Это то, с какой наценкой вы продаете. Если это производство, сейчас я в данный момент касаться производства не буду. Это как бы в другом направлении, касте. Мы пройдем об этом подробнее. Объем продаж равняется на количество клиентов, умноженное на средний доход с клиента. Кажется, достаточно все просто и понятно. А вот основные дальнейшие понятия, к которым мы сейчас с вами перейдем. Вот я даже перейду на следующий слайд. Вернее, извините. Мы расписываем сейчас каждый коэффициент. Очень важно понять, как мы поэтапно это все делаем. На самом деле, эта формула очень простая. Благодаря Джаю Абрахаму, создателю этой формулы, который разложил на эти коэффициенты это все, эта формула помогла ни одной тысяче предпринимателей, ни одной тысяче бизнесменов. На самом деле, формула помогает вам наладить вашу систему продаж очень достаточно в короткий, быстрый промежуток времени. И она увеличивает ваши продажи минимум на 10-30%. 10% это такой маленький небольшой зазор, при котором вы, например, работаете нерегулярно, спустя рукава, возможно, в каком-то смысле. Но если у вас существует уже бизнес, вы просто-напросто пытаетесь увеличить продажи. И когда вы будете работать над каждым коэффициентом, это существенно вам поможет в вашем бизнесе. Но чтобы не отвлекаться, посмотрим дальше, как мы раскладываем нашу формулу. Это количество клиентов, лиц, равняется на количество потенциальных клиентов, умноженное на коэффициент конверсии. Это сколько потенциальных клиентов перешли в реальных. Что такое количество потенциальных клиентов? Это ваши клиенты, которые каким-либо образом, люди, которые интересуются, попали либо на ваш сайт, либо зашли на него по рекламе. Либо сами, например, ищут подобные, как у вас, продукции, товары, услуги. Либо просто-напросто зашли в ваш магазин, заинтересовались красивой, яркой, красочной витриной. Неважно. Это все люди, которые каким-то образом обратили свое внимание на ваши товары, услуги, на то, что вы предоставляете. Этот человек уже становится вашим потенциальным клиентом. А потом, как посчитать коэффициент конверсии? Вот вы берете, к примеру, из всех 100 человек, которые зашли в ваш магазин, вот вы знаете, что за день к вам зашли 100 человек. Из этих 100 человек у вас купили что-то, 10 человек. Из этих двух чисел вы высчитываете. А 10 человек – это сколько-то процентов у меня будет. Вот 10 человек как раз – это 10% в нашем случае. Вот таким образом вы узнаете коэффициент конверсии. Теперь этот показатель вы уже как бы освоили, рассчитали. Переходим с вами к дальше. Потом мы расписываем, что такое средний доход с клиентом. Это средняя покупка, умноженная на количество покупок за период. Что такое средняя покупка? Она идет в денежном выражении. Если вы исчисляете, например, эту формулу, формулу продаж, можно рассчитывать за неделю, за месяц, за год, анализировать определенные периоды, скажем так, за день. Вот средняя покупка за определенный период в денежном выражении. А вот если вы берете за месяц, то средняя покупка за месяц, умноженная на количество покупок, опять же, тоже за месяц. Вот таким формулом рассчитывается средний доход с клиентом на определенный период. Я думаю, тут просто и понятно. Переходим дальше. Значит, смотрим дальше. Вот объем продаж мы с вами так расписали. Лиц, умноженные на коэффициент конверсии, умноженные на среднюю покупку и умноженные на количество покупок за период. Вот кажется, вот тоже достаточно просто и понятно. Значит, берем нашу основную формулу. Прибыль равняется маржа, умноженная на объем продаж. Маржа. И потом мы расписываем дальше объем продаж, умноженное на количество клиентов, на коэффициент конверсии, на среднюю покупку, на количество покупок за период. Вот если все эти коэффициенты выстроить в линейку, как на этой формуле, нам с вами становится ясно и понятно, а над чем же мы можем работать. Вот эти все 5 коэффициентов, они просты в работе над ними. Очень важно брать каждый коэффициент и работать с ним. Обязательно. Почему? Потому что в каждом коэффициенте сложена определенная доля вашей прибыли. И вот в зависимости от того, с каким коэффициентом и как вы будете работать, или одновременно со всеми, зависит уже то, насколько вы будете успешны, насколько будут успешны ваши продажи, насколько будет успешна ваша фирма. Поэтому очень важно вот эту формулу расписывать и применять ее не только просто в целом один раз на год, а применять ее еще каждому направлению, каждому виду бизнеса, который у вас есть, каждой деятельности, которая у вас есть. И просто-напросто вы таким образом сможете просчитать прибыль по каждому направлению. А для вас это очень важно, потому что в бизнесе очень важны замеры, очень важны моменты, когда вы можете что-то анализировать, когда вы можете что-то, например, улучшать, когда это все видно, ясно и понятно. Вот то, что я хотела рассказать о формуле продаж и ее составляющих, мы закрываем этот каст с вами и дальше мы с вами перейдем уже к самим проблемам, от простого к сложному и оформим это следующим кастом.